МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проще говоря. Уходит эпоха, которую не жаль. Всю минувшую неделю судья зачитывал приговор членам легендарной группировки Ифы Козлова. Убийства, вымогательства, грабежи, захват заложников и прочие мелкие мошенничества. Прокурор просит свыше 300 лет тюрьмы для 18 подсудимых. Не считая пожизненных сроков, следствие и суд длились 6 лет. Отдельные члены группировки получили свое раньше в ходе отдельных судебных процессов. Кстати, отдельное помещение следственного изолятора номер 1 было специально выстроено для судов над такими многочисленными группировками. И, похоже, затраты уже окупились. До Ифовцев здесь свои приговоры выслушали эжвинские логиновцы. Там было 4 пожизненных для основателей и от 8 до 23 для рядовых бойцов. На очереди дело небезызвестного Юрия Пичугина. История этого простого парня из Жешерта достойна не только приговора, но и романа. На тернистом жизненном пути его было все – лишения, взлеты, падения, любовь, дети, шикарные виллы, лимузины, тюрьмы. Последнего подельника из его небольшой местной бригады недавно доставили в Сыктывкар из солнечного Таиланда. Так что в ближайшее время история, как говорили во времена он и теневого губернатора Республики Коми, будет озвучена в этом удобном и светлом зале в ближайшее время. С делом Пичугина уйдет в историю целая эпоха лихих 90-х. А вот история бывшего официального главы Республики Коми, и даже двух, подходит к логическому завершению в замоскворецком суде города Москвы. Напомню, что, по версии следствия, у нас в Коми действовала крупная организованная преступная группировка. В суде сейчас дают показания свидетели защиты. Причем судья ограничила этот процесс одним месяцем. Обвиняемые запасили в свидетели чуть ли не все правительство, а претературе республики. В отличие от процессов над чисто конкретными пацанами, дело Гайзера освещается очень подробно. Картина складывается тягостная. Иногда не очень понятна разница между свидетелями и подсудимыми. У расследований по делам организованных преступных группировок есть одна особенность. Следствию необходимо найти слабое звено в команде. И уже на основании его показаний раскручивать всех остальных. Как правило, дело этого самого слабого звена рассматривается в особом порядке. И подсудимые получают минимальное наказание за помощь следствию. Так было по делам и Логиновцев, и Ифовцев. Так же идет процесс и по делу Гайзера. Правда, с некоторыми нюансами. Один из фигурантов, давший признательные показания, получил большой срок. И от своих показаний стал отказываться. Более того, он обнародовал запись беседы со следователем. По этой записи возбуждено отдельное уголовное дело. Но вот буквально на днях дал показания очень известный в журналистских кругах бывший начальник управления информацией администрации главы КОМИ Павел Марущак. Он тоже заявил, что рассчитывал на смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест. И в своих показаниях оговорил товарищей по несчастью. Ладно, с этим разберется суд. Но вот что Павел Марущак признал. Я консультировал Колегова относительно медийного взаимодействия, механизма общественного взаимодействия, просто с точки зрения формирования его имиджа. При этом Чернов обозначил несколько организационных моментов. Мне, как юристу, нужно было, чтобы не допускались высказывания, связанные с разжиганием межнациональной розни, поскольку это чревато было для всех участников этого смелого эксперимента. Второе. За Алексеем Колеговым закреплялись кураторы из МВД Республики Коми, УФСБ Республики Коми. Непосредственно Колегову Чернов передал телефон замначальника УФСБ и замминистра МВД, с которыми он был должен взаимодействовать по вопросам. Речь идет о лидере запрещенной в России националистической организации «Рубеж Севера» Алексея Колеговой. Он был осужден на 4 года лишения свободы по нескольким статьям. Теперь он на свободе и активно возглавляет новую общественную организацию. Как видим, участники немного наивно скрывают свои лица. К чему бы это? Получается, Марущак, Чернов и прочие члены организованного преступного сообщества. Оговорюсь, так их называют обвинения. Еще неизвестно, как их назовет суд. Так вот, идей на вожди Колегова так или иначе за решеткой. Сам он тоже отсидел. Судьба неведомых кураторов из МВД и ФСБ неизвестна. Впрочем, непонятно, и были ли они вообще. Но дело их живет. Интересный поворот, не правда ли? КОНЕЦ КОНЕЦ